Девушки отдыхают... Мы находимся в живописнейшем месте Казахстана. Курорт Бурабай. Сегодня здесь пройдет очередная игра международного турнира «Я чемпион» Бурабай Оупен. У микрофона Закиржан Мамлютов. Сегодняшней игрой мы начинаем одну четвертую финала турнира «Я чемпион». Первая пара четвертьфиналистов. Это команды Кайсар из Атырау и команда Аристан из Караганды. Ребята уже почувствовали вкус первых побед и останавливаться на достигнутом не намерены. На кону полуфинал. Смотрим! Дорогие телезрители, встречайте команду Кайсар! 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 Субтитры делал DimaTorzok Первая игра, конечно, волнительная ребятам, выходить было на первую игру. Были в команде много ошибок, но на последнюю стафету мы собрались, игру мы выиграли. Эта игра тоже у нас серьезный соперник. Будем бороться, игра покажет. Давайте поприветствуем участников, спортивная дружина из города Атырау, команда Кайсар. Их соперники из города Караганда, команда Арысар. Бригада арбитров сегодня в таком составе главный судья соревнований Михаил Дедов. Судьи на площадке Ксения Шалькина, Мейрамбеку Теннов, Анна Добаш, Роман Дедов. Пора разыграть беговые дорожки. Мне думается, что сегодняшние соперники чувствуют себя на нашей спортивной площадке, как рыбы в воде. Кто сегодня добавит в командную копилку вторую победу, не берусь предсказать. Но в конце этой встречи мы обязательно узнаем первого полуфиналиста нашего турнира. Итак, основные правила игры. Каждая победа в предварительных игровых конкурсах дает команде 3 секунды форы на старте финальной эстафеты. По итогам квалификационных конкурсов определяется общая разница заработанных командами секунд. Именно с этой разницей во времени команды стартуют на финальной эстафете игры. Победителем всей игры считается команда, завершившая финальную эстафету первой, с учетом нарушений, которые фиксируют боковые судьи. А в нашей игре слово «гусеница» ассоциируется со словом «скорость». Так что начинаем нашу первую скоростную эстафету. Поехали! Первый конкурс. «Гусеница». Команды опытные. В одной восьмой они опередили своих соперников и оппонентов. И это позволило им выйти в одну четвертую и сражаться друг против друга. Кайсар против команды «Арыстан». «Арыстан» сейчас впереди. Впереди. Так, нужно быстро вставить ножки в эти лыжи и завершить прохождение дистанции. Но не все так просто. Не все. Здесь нужно, чтобы один диктовал условия и отчитывал темп. А всей команде нужно подчиняться капитану. Либо игроку, который будет отчитывать. Ну, поменялись быстренько, поменялись и сделали то же самое. Вот как мне кажется, лыжи нужно было развернуть. Нет, не стали заморачиваться игроки. И вот смотрите, как четко в едином темпе команда «Арыстан» идет к заветной победе в первом конкурсе. Ну, гусеница. И... А вот команда «Кайсар» только нагоняет. Как мне кажется, «Арыстан» выиграет в первом конкурсе. Но не будем забегать вперед. Что там происходит? Интересная тактика. Бегут, прыгают. В итоге ликуют. Молодцы. «Арыстан» зарабатывает первые бонусные секунды. В первом конкурсе одной четвертой игры «Я чемпион Бурабай Оупен». И команда «Кайсар» завершает прохождение дистанции. Ну, ждем итогового результата. Наш конкурс настолько пышный, что ребята же походу потеряли кроссовки. Ну что, ребят, пойдемте поближе. Как вам первое испытание? Хорошо. Кто кроссовки потерял? Я. Нормально добежала? Да. Настроение отличное? Да. Выигрывать будете? Да. И одно хочу спросить. «Кайсар» чемпион? Нет. А кто чемпион? Я чемпион. Молодцы. В конкурсе кученица победа остается команде «Аристан». Ее первые бонусные три секунды. Ликует Караганда и неспроста «Аристан» заработал первые три бонусные секунды. Молодцы, ребята. Так держать. Пока в первом конкурсе мы лидируем. Но все покажется игра. Сейчас будет второй конкурс, и здесь нам тоже надо победить. Хочешь стать сильнее, брат? Перетягивай канат. Переходим к нашему второму конкурсу. Достаточно динамичный конкурс перетягивания каната. Команда «Аристан» зарабатывает первые секунды бонусные в первом конкурсе. Они ведут, и вот сейчас пытаются заработать еще три секунды, и у них это получается. Все, вырвали победу. Молодцы, радуются. Можно только гордиться за эту команду. Не оставили шансов никаких. В конкурсе канат победу одержала команда «Аристан». Очень быстрое начало у команды «Аристан». Ребята настроились хорошо, правильно. А чего нет? Четвертьфинал. Ребят, впереди полуфинал, а там финал. Но все это впереди. Но пока что команда «Аристан» плюс три бонусные секунды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все предельно аккуратно. Больше толчок, разгон и еще раз толчок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Дорогие телезрители! Вот смогла мне его помочь объявить? Красиво прям! Хорошо! Давай, объявляй! 3, 2, 1, встречайте! Конкурс! Бампербол! Бампербол! По свистку! Конечно, по свистку! Раньше никак! Бампербол! Уже до боли известный тем, кто смотрит и болеет нашей игрой! В общем, задача игрокам в этих надутых шариках как можно дальше оттолкнуть гигантское колесо, вернуться к команде, передать эстафетную палочку и делать это до тех пор, пока колесо не пройдет дистанцию от начала до конца. Вперед и назад! Вот от этих толчков зависит очень многое. Чем дальше игроки толкнут гигантское колесо, молодец прям! Ох, вы видели, да, на заднем плане? Прям перевернул колесо, мощный был толчок. Так вот, чем дальше игроки толкнут гигантское колесо, упал, не сориентировался, встал быстро на ноги, вернулся, молодец! Так вот, чем дальше оттолкнул колесо, тем, конечно же, лучше. Команда «Аристан» вновь лидирует, потому что у команды «Кайсар» игрок только завершает прохождение дистанции, а вот у команды «Аристан» очередной толчок. Вы заметили, да, что сейчас было немного сложнее, потому что разбега как такового у игроков нет. Нет, нет. Так, ну что здесь у нас происходит? «Аристан» толкнули, но не так далеко. У команды «Кайсар» была какая-то техническая ошибка, я так понял. И колесо вернули на исходную позицию, ух, прям ногой добавил. Вы видели, да, колесо практически сделало такой кувырок, переворот. Ну, эта тактика разрешается, чему нет? Главная же задача, чем дальше ты толкнешь, тем лучше. Пока все в рамках правил. В любом случае, судьи на площадке, они смотрят, наблюдают. Если есть ошибки, записывают. Вот как мне кажется, два раза подряд толкать колесо нельзя. Просто один толчок. А вот один из игроков команды «Кайсар» один раз толкнул. Потом так незатейливо, незаметно попытался сделать это тоже. Но судям-то все видно, судям все понятно. Все, Арестан заканчивает прохождение конкурса «Бампер Болл». Обнимают друг друга, поздравляют. А вот у команды «Кайсар» как-то вот не сложилось с первого конкурса. Молодец, помогли стать игроку. Ну, что не сделаешь ради победы. На все готовы представители команды «Кайсар». Разбегаться, как мне кажется, нужно дальше. Есть тем более место для разбега. А вот не делают это игроки. Тактическая ошибка. Целых 20-30 метров позади. Так разбегитесь подальше. И толчок-то будет шикарный. Так, все, финальный свисток. Ждем оценки. За моей спиной находится команда «Кайсар». Я предлагаю с ним немного поговорить. Почему? Потому что у ребят вот третий конкурс немного не клеится. Мне кажется, им нужна настройка и поддержка. Ваша поддержка, ребятушки. Пойдемте поближе. Почему? Потому что у нас в игре есть одна очень хорошая настройка. Пойдемте, я покажу вам. Руки все сюда. Давайте, быстренько, быстренько все руки. Смотрите. Необходимо от малого до громкого. Готовы? Я чемпион! Я чемпион! Со мной вместе приготовились и... Я чемпион! Я чемпион! Я чемпион! В конкурсе «Бампербол» победу лежала команда «Арестан». И вновь, дорогие друзья, та самая удача на стороне команды «Арестан». Кайсар, соберитесь. Мы в вас верим! Кайсар, соберитесь. Капитан команды «Кайсар», соберитесь. Капитан команды «Кайсар», соберитесь. Мы победим. Мы победим. Мы победим. Капитан «Этно-лимахты» Мы победим. Мы победим. Его грозный соперник, капитан команды Арстан, Виктас Туэнбан. Виктас очень хороший игрок, так как он занимается многими видами спорта. И он уверен в себе, и он победит обязательно, потому что он самый лучший. Виктас очень много старался, чтобы побеждать. Он везде какие-то техники искал, и мы в него верим. Хотите погрузиться в спортивную атмосферу Древнего Рима? Тогда смотрите наш капитанский конкурс «Гладиаторы». Итак, капитанский конкурс. Команду «Кайстар» из Атерау представляет Бахэтбек Зулкашев. Команду Арстан из Караганды представляет Биктас Туэнбан. Биктасу проще. В последний конкурс его команда вырвала победы. Девять бонусных секунд у него уже в кармане есть. А вот Бахэтбеку нужно вырывать эту победу. Ему эти секунды необходимы, потому что это повлияет на финальную эстафету. Все болеют, все команды, игроки, болельщики, все болеют за капитанов. Есть? Ну, стой, стой. Выстоял, молодец. Смотрите, это в принципе можно. Вырывать вот эту колотушку можно, правилами это не запрещено. Вырвал и выбросил. Ну, наверное, так можно. Ну, сейчас главный судья соревнований Михаил Дедов вновь объяснит правила, что можно, а что нельзя. Итак, Бахэтбек против Бектаса, Атерао против Караганды, Хайсар против Аристана. Пока счет ничейный 0-0. Бахэтбек в синей форме, Бектас в красной. Смотрите, ну, вот прям не хотят проигрывать. И вот первая досадная ошибка со стороны Бектаса. Бектас засчитанная. Бахэтбек ведет. Но... Как неистово бьются. Прям настоящий гладиатор. Видели, да, какая защитная форма у капитанов? Специальные такие шлемы хоккейные. Ну, давайте, давайте, давайте. Как-то вот осторожничает, мне кажется, Бектас. Оба сойдите. Так, сейчас главный судья соревнований просит, чтобы капитаны покинули эти кубы, потому что толкали-толкали друг друга. В итоге между ними расстояние увеличилось и удары уже не имеют той мощи, которая была изначально. Потому что чем ближе капитаны находятся друг к другу, тем, соответственно, удары мощнее. Так, ну что здесь вновь происходит? Главный судья соревнований подсказывает, что нельзя так есть. 1-1. 1-1. 1-1. Ну что, Бакедбек, Бектас, счет ничейный. Все начинать сначала. До трех побед. До трех побед. Тайм-аут. Так, берем время для того, чтобы поправить экипировку. Долго бьются капитаны, долго. Как правило, этот конкурс проходит динамичнее и быстрее. Но это, наверное, тактика у обоих капитанов. И эта тактика, насколько я понимаю, одинаковая. Нет мощных ударов. Нет тяжелых толчков. Как-то вот, как шахматисты поступают капитаны. Так, смотрите, снова экипировка. Шлем падает. Сейчас поправляют. Возвращают на место. Ну, как мне кажется, лямка была не до конца застегнута. И от удара шлем слетает. Как болеют игроки команды Арестан за своего капитана. Хотя, в принципе, они и так идут. Девять секунд у них в кармане есть. Ну, и еще три дополнительные секунды не помешают. Ну, кто кого. Так, колотушка вылетела из рук. Вновь поправляют кубы. Слушайте, на моей памяти, мне кажется, это самая долгая битва капитанов. Самая долгая. Я не помню, чтобы я прокомментировал так долго. Что все динамичнее и быстрее проходило. Возможно, капитаны оба сильные. Все есть. Есть еще один балл у Бектаса. 2-1 он ведет. Так, ну что. Либо Бектас сейчас выигрывает, либо Бакетбек сравнивает счет. И остается последняя битва. Сейчас еще непонятно. Ох. Аж жарко стало капитану из команды Кайсар. Попросил воды. Тайм-аут брать можно. Не запрещено. Тем более Бакетбеку сейчас нужно что-то делать. Чтобы сравнять счет. Ну, ну. Выстоял. Выстоял. Молодец. Кто кого? Кто кого? Так, что такое? Снова слетает шлем. Что-то с экипировкой не так. Нужно, мне кажется, как-то получше застегнуть. Застежка. Растегивается все время. Ну, кто кого? Бакетбек или Бектас? Все. Бектас выигрывает. 3-2. Команда из Караганды одержала победу и здесь. В конкурсе гладиатор. Победу одержал капитан команды Арестан. Нелегкой схватки Бектас Дуяхбай. Поздравим Джигита с победой. Команда из Бектаса. Команда из Караганды. Неплохое знание правил нашей игры подсказывает мне, что победитель этого конкурса отправится в полуфинал. Итак, финальная эстафета. 12 бонусных секунд. Конечно, практика показывает, что редко команде, которая стартует позже на целых 12 секунд, удается выиграть. Но исключения были на наших играх. Получалось. Все, конечно же, зависит от самой команды Арестан, как у них будет все это получаться. А вот команде Кайсар нужно что-то делать. Четыре конкурса подряд ими были проиграны. 12 бонусных секунд. Ох, падение. Нельзя падать вам, ребята, нельзя. Арестан сейчас завершил прохождение дистанции в гигаботах. Сейчас у нас ролики, клюшка и небольшой кубик. Ну, так, передали эстафетную палочку. Борьба в двойках. Еще раз оговорюсь, что здесь все зависит от игрока, который находится на скейте, который лежит на скейте. Потому что он задает темп, ритм и, конечно же, координацию. Задача игрока просто, верхнего просто толкать. Так, потерял шайбу. Нашел. Кайсар снова зигзагами добирается до своей команды. И в борьбу врывается двойка. Бег в мешках. Так, ну, как мне кажется, команда Арестан эти 12 секунд не теряет. То есть Кайсар не уменьшили этот первоначальный разрыв, а хотя просто обязаны. Ну, вот смотрите, снова все медленно. Ну, что такое? Ребят, ну, соберитесь уже. Соберитесь. За вас болеет ваш город. Атырау. А вот команде из Караганды, как мне кажется, вообще все равно, кто болеет за команду из Атырау. Потому что у них вообще абсолютно свои планы. На одну вторую, я так понимаю, уже видят себя в полуфинале. И сейчас у команды Арестан последний игрок проходит дистанцию. Это работа с обручем. У команды Кайсар только шестой игрок берется за дело. Все. Арестан спокойненько, тихонечко. Так, знаете, как мне кажется, как-то свысока смотрят они на своих оппонентов. Но тот факт, что они выиграли, конечно, в предыдущих четырех конкурсах, и сейчас они спокойно выигрывают, не позволяет им так вести себя. Но это их право. Это все-таки спортивное состязание. Здесь есть злость, упорство. Вот такая вот борьба на площадке. Конечно же, вне пределов площадки обе команды уже стали друг другу друзьями. Вместе гуляют, вместе отдыхают, ездят на экскурсии. А вот сейчас они соперники, оппоненты. Противники. Спортивные противники. Кайсар. Все, работа в змейке. Последний этап. Все равно не медлят. Тайминг, возможно, тоже важен для команды. Все. Финальный свисток. Последний конкурс игры «Я чемпион». Одна четвертая финала завершен. Ну что, друзья мои, можно сказать о всем этом противостоянии. Борьба не получилась, конечно же, конкурентной. Одна из команд сразу заявила себя в качестве лидера и не дала никаких шансов своим противникам. Команда «Арстан» в каждом конкурсе вырывала победу. И к своему финальному забегу пришла 12 бонусными секундами. У команды «Кайсар» не заладилось с самого начала. Первый конкурс был проигран. Перетягивание каната проиграно. Следующий конкурс тоже проигран. Бампербол. Битва капитанов тоже была проиграна. Таким образом, команда «Арстан», как мне кажется, уже проходит в одну-вторую финала. Потому что ребята в каждом конкурсе были на голову выше. А вот команде из «Атырау» не отчаиваться, не расстраиваться. Приезжать в следующем году на игры «Я чемпион Бурабай Опен» и доказывать, что в этот раз была просто ошибка. За год подготовиться и в следующий раз быть намного выше, сильнее и быстрее. Конечно же, поздравляем команду из Караганды. Ребята действительно достойны одной-второй финала. Они это доказали. Молодцы! Итак, звезду игры получает вся команда «Арстан» за их качество, за их уважительное отношение к соперникам. Вот даже здесь заметно, что вроде бы оппонент, но помогают. Воду подносят, переживают. Молодцы, «Арстан», молодцы, «Караганда». Победа также достается команде «Арстан». Команда «Арстан». Именно с этими ребятами мы встретимся в полуфинале. Команда «Кайсара» вам хотелось бы сказать спасибо огромное за игру. Ребят, не расстраивайтесь, тренируйтесь. Ну и чемпионство за вами. Кто чемпион? Чемпион! 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 Наш девиз просто так не сидеть на месте. Наш девиз не сдаваться на волю судеб. Мастерис, мы команда. Мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счёту нам даже не важно, Кто сегодня окажется на пиде Сталин. Мы боролись честно, боролись отважно, мы огромная дружная команда искали. Я чемпион, это наша песня, я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе, я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня, я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе, я чемпион, нам другого не надо. Субтитры сделал DimaTorzok